здравствуйте я константин крюков и это проект креативный класс наш сегодняшний выпуск расскажет вам про видео игры когда был маленьким я рубился в танчике мама моя говорил что это пустая трата времени прошло каких-то 20 лет и видеоигры превратились многомиллиардный огромнейший рынок кто эти люди кто в нем участвует что это за новое дикое не исследованное для нас поле какое место занимать русские разработчики в нем сегодня мы узнаем об этом от людей которые выиграли в этой компьютерной игре и создали свои крупнейшие студии вячеслав макаров и вячеслав уточкин наши сегодняшние герои и их истории успеха слава мы с тобой пришли в компьютерный клуб я вот лет десять раз назад последний был клубе а ты бываешь таких местах ну случается в принципе очень прикольно поиграть там где играют остальные люди атмосфера другая совершенно и это такой опыт который время от времени игровому разработчику полезно переживать я никогда не был программистом жизни не написал строчки коммерческого кода ну то есть это вообще такая довольно странное представление что разработчики игры это программисты и только программисты нет программисты очень важны они делают важные вещи но если посмотреть на долю программистов команде делающие игру но это от силы 20 процентов остальное 3d художники менеджеры люди гейм-дизайнеры гейм-дизайнер это такая специфическая профессия люди которые должны вначале поиграть в игру в своей голове если еще не существующий а потом описать его для всех остальных по сути это то чем я занимаюсь и программистами едиными жив наш компьютерно-игровой все игры разные все компании раз у всех можно найти что-то хорошее ну ладно не у всех но безусловно есть достаточно много ребят которые ты смотришь и смотришь они сделали классно но это классно очень разное то есть нет полностью похожих игр есть с игр с хорошими идеями у каждой игры своя история как такой процесс в каждой компании придумывание игр и он везде разный то есть есть истории когда просто исследуется рынок определяют рыночные ниши понимают что из этих ниш навыки сотрудников компании позволяют хорошо закрыть и вот практически конструирует идеи игры из рыночного запроса есть истории когда какой-то конкретный человек горит какой-то конкретной безумной идеей и вот хочет ее реализовать всегда разные истории есть истории когда люди горят сверх идеи идея дурацкая неудачная не работает и есть истории когда вполне как бы вот выверенные в коммерческом смысле продукты не заходят как ты пришел к танчиком потому что это очевидно выдающийся вообще проект на рынке мне кажется не сейчас в россии мужчины до лет 50 который мало того что играла еще бы не слышал об этой игре они знают все в чем как тебе кажется почему именно эта игра имела такой успех и в том числе вот когда ты создаешь игру насколько какие-то вещи могут перевешивать например эстетика или сюжет или механика если среди этого что-то важное что может повлиять на успех есть важное важно не провалиться то есть в этом смысле а игровая индустрия такая довольно суровая сверх идея не может вытащить продукт важно каждую часть сделать достаточно хорошо не обязательно все сразу сделать гениально нужно сделать достаточно хорошо если игре должна быть хорошая производительная графика она должна не тормозить не должно быть багов должна быть хорошая музыка должен быть хороший арт-дирекшн то есть то как вот игра выглядит визуально там должно быть хоро правильное ощущение того как ты управляешь происходящим на экране вот такой чтобы каждая секунда тебя держала и вот это все должно собраться в одном месте то есть любой провал по любому направлению это однозначный провал всего продукта должна быть правильная идея ну то есть та идея которая востребована рынка так получилось что идея танчиков была рынка востребована грандиозного успеха на весь мир может быть никто и не ожидал но во многом все-таки продукт был от головы выстроенный ну то есть понимание того как рынок сейчас устроен и какие ниши на нем возможно можно заполнить есть такой жанр шутер где люди бегают стреляют друг друга в то время шутеры были дико быстро и даже быстрее чем сейчас и требовали очень высокой реакции киберфора возраст там тогдашних успешных игроков какие-нибудь киберспортивные игры там был лет 20 то есть надо было очень быстро все успевать но не в контру резались завода контра до один из продуктов тогда успешно да сейчас в общем-то вполне еще остающийся и наш идея был ну вообще во многом то что давайте сделаем все то же самое медленнее для тех кому за 30 вот поскольку компания умела хорошо делать танки уже к этому времени все согласились что нужно делать танки какие были сроки и бюджеты танки были в этом смысле невероятно быстрым уложились в полтора года но это очень быстро для рынка нормальные сроки до релиза продукта года три как быстро после выхода вы поняли что у вас получилось примерно за полгода до выхода до конечно ну так или иначе мы анонсировали игру а мы запустили открытую это тестирование когда могут люди прийти поиграть бесплатно посмотреть то есть мы тогда мы к концу значит это тестирование полностью обнулили все аккаунты вот до этого можно было творить в игре все что хочешь и уже было видно как как какой вообще дичайший дичайший набег народа происходит продукт игре танчики уже очень много лет как придумываете чтобы интерес к ней был до сих пор актуален сами не понимаем вот волшебная сила магии то есть по сути приходится перепридумывать как продукт каждые три-четыре года если смотреть те танчики которые вышли те танчики которые сейчас это вообще разные игры они по-разному работают они по-разному технологически устроены то есть в игре переписан на весь уже код значительно его часть раза два переделаны все модельки переделала все игровое окружение переделаны все карты по три раза переделанное освещение все что можно переделать в игре уже было переделано несколько раз большая наша история это конечно выход версии 1.0 в котором мы просто полностью поменяли игровой движок вот всю клиентскую участие серверная то что вычисляется у нас на серверах с нашей стороны вот собственно взаимодействие между игроками есть клиентской то как мы показываем танки вот просто переписали в клиентскую часть поменяли вот полностью вот весь визуал игры и чтобы это все хорошо нормально работало переделали все карты то есть вот все элементы на картах там все тому времени танчиков мы самих там разрешение уже увеличили переделали все модельки вот все до последнего кустика надо было перерисовать по сути заново то есть по сути заново выпустить всю визуальную часть игры чего выпустили был просто забег на полтора года какой-то совершенно ужасный с огромными усилиями всей команды мы всегда были уверены что аудитория скажет у в как на все не нравится игроки говорят эту каждую версию зачем вы сломали игру любой запуск игры как я говорил это вот прям мурашки по телу это вот смотреть на статистику смотреть как люди играют в твою игру это вот наверное самые счастливые моменты это запуске различных игр когда ты видишь вот реальный результат труда своей там работы там многих лет сам я игровой продюсер уже больше 12 лет его 12 лет назад сменил свою сферу деятельности с банковской сферы в то чтобы вот прийти делать игры заниматься любимым делом то что я с детства люблю играть его 12 лет назад пришел к тому что начал делать игры за эти что делать игры интереснее чем в них даже играть а играть я очень люблю а как как вот это решение произошло тебя в жизни был к если служил в банковской сфере вдруг ты пошел просто делать и а на самом деле решение было ну долгое потому что ну в банке высокие зарплаты и у меня была достаточно высокая зарплата и но заниматься душа душа не лежала больше не к банкам не к строительству там нет недвижимости не к маркетингу вот именно заняться чем-то вот творчеством потому что игры это творчество и просто пошел на собеседование в игровую компанию на шару в игру в которую я сам играл на младшего гейм-дизайнера но вообще истории когда что это такое делать игры это несерьезно это очень частая история и тогда тоже ну некоторые знакомые тоже странненько семья то поддержала вот некоторые говорили это очень странно а на самом деле это просто неизведанно но немного неизвестной широким массам область нежели чем там неприбыльно потому что объем рынка игр это 180 миллиардов долларов представляете сумму 180 ярдов объем рынка кино мировой годовой он меньше чем объем рынка игр он будем больше денег чем в кино да больше денег чем кино зарабатывать а ииграет в игры три с лишним миллиарда человек треть населения сейчас играет в игры причем население это она мало того что но сменяются поколений и новые поколения вы практически поголовно играют а второе там в где-нибудь в отдаленных странах африки например не играли выграло не было интернета не было там смартфонов. А сейчас везде проникновение интернета, проникновение смартфонов 5G, ну, скорее всего, еще пройдет несколько десятков лет, и там 90% населения игры будет те, кто играл в игры, как те, кто хоть раз в жизни смотрел телевизор и так далее. С одной стороны, финансовое, ну, много денег, и можно вот просто взять их и зачерпнуть. Вот. Но не мгновенно это тоже годы занимает, пока ты станешь опытным профессионалом, попасть непросто в эту индустрию. Скажи, а вот как ты работал в совершенно другой отрасли, и вдруг попал в производство игр? У тебя было какое-то образование для этого? Ты программист? Или как-как? Вот я сейчас приду к тебе в офис, скажу, чувак, я очень хочу зарабатывать из этих 180 миллиардов, возьми меня, пожалуйста. Вот именно так, именно так я и сделал, и 12 лет назад это сработало. Просто потому, что вообще не было кадров для игровой индустрии, и просто брали тех, у кого горят глаза, и кого можно обучить. Вообще, в игровой индустрии, ну, очень много людей, у кого даже вообще нету высшего образования. В игровой индустрии очень-очень много таких моментов, когда ты думаешь, что уже все, все кончено, но ты действуешь, рвешься вперед, идешь вот на пролом и побеждаешь. Так вот, и вот именно про это продюсирование игр. Некоторые игры, они выстреливают просто на органике. Люди сами узнают, что эти игры есть, начинают играть и зарабатывают с этого. Бывает такое, но чаще всего... Говорили One Night at Freddy's, оно как-то само, да? Какая? One Night at Freddy's. А, да, 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 да. Есть, есть игры, которые вот сами просто взяли и завирусились. Это уникальность. Это в последнее время все сложнее с этим. Почему? Потому, что сейчас все больше игр выходит, все больше компаний, которые уже не инди-разработчики, да, на рынке, а которые системно подходят к продвижению. Иногда, если это мобильная игра, знаете, как иногда делают фейковое видео, игры еще нету, но делают видео, как будто это игра, и начинают показывать его как рекламу. А дальше смотрят, сколько человек из 100 человек, кому показалась эта видеореклама, жмакнул на нее и сказал, да, 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 хочу перейти на страницу, буду играть. Это вот когда я в бильярд играю, обязательно ужасные ролики. Да, 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 вот если вот жмакнул на него... Про несуществующий гейплей, да. Вот если из 100 человек больше четырех человек жмакнуло, это значит CTR называется показатель. Семен, то это значит, что потенциал, в принципе, есть очень неплохой. Четыреста? Да, четыреста. Ну, грубо говоря, от трех до семи процентов это прям вот уже, значит, потенциал есть. А дальше мы смотрим. Мы делаем даже фейковую страницу в игровом магазине иногда и смотрим, нажал пользователь скачать или не скачать, или не нажал. И вот если мы видим, что, например, у нас есть, ну, ожидание от игры, что мы будем покупать рекламу каждого пользователя, показатель CPI называется, cost per install, что когда мы вбухиваем деньги в рекламу, то каждый один пользователь будет нам стоить, ну, предположим, меньше одного доллара. И с каждого пользователя за все время его существования в проекте мы сможем заработать два доллара. И тогда это хорошая бизнес-модель. И тогда это работает. Ну, так почти никогда не бывает, но это хорошая бизнес-модель. И мы смотрим, ага, мы хотели, чтобы у нас был один доллар вот этот самый CPI, а когда мы показали этот ролик и люди жмакнули, мы понимаем, что нам нужно вложить 20 долларов, чтобы один пользователь скачал. И мы думаем, ага, 20 долларов с одного пользователя физически наша математика нашей игры не позволяет того, что глубина нашей монетизации не такая большая, чтобы мы это сделали. Значит, игру этого жанра мы делать не будем, мы будем делать другую игру. Когда мы уже, ну, мы понимаем, что за игру мы будем делать, а теперь надо ее взять и сделать. И вот тот, кто только начинает игровую разработку, думает, ну, наверное, за год-то уж я точно сделаю игру. Ну, часто растягивается на долгие годы, 5-6 лет такая разработка может растянуться. Тут нужно четко понимать, нужно привлекать продюсера, который четко понимает по срокам, сколько реально стоит сделать вот такое вот количество контента для такого жанра игры. Потому что ту же, например, экспедицию игру, игру жанра экспедиция меньше, чем за пару лет, ну, просто физически невозможно сделать с тем объемом контента, который там есть. Если только у вас под рукой нету фабрики создания экспедиции, у вас уже там готовые модули программные и дизайнерские для всех решений, которые там будут. Про смуту. Вообще про то, как вы помогаете. Вот есть проект смута. Вот в чем конкретно ты им помогаешь? Что такое, я даю им совет? Ты говоришь, куда развиваться? Или ты говоришь, вот этот, я не знаю, объект интересный, этот нет? Нет, смотри. Так или иначе у ребят возникают промежуточные версии. То есть это не то, что, знаешь, мы вначале там 10 лет разрабатываем, там хоба и игра. Нет. Существуют промежуточные версии. Ребята сейчас готовят версию промежуточную каждые два месяца. Она выходит, в нее нужно поиграть, рассказать ей, что плохо, что хорошо, что исправить, что ну типа окей. Потому что здесь мы возвращаемся к тому самому пункту. Про то, что в игре не должно быть провальных моментов. Вот эти вот моменты, провальные потенциальные, я могу подметить, рассказать и сказать, ну, наверное, надо это доделать, улучшить. Опять-то очень хотели сделать игру историческую. В итоге чуть-чуть получилось не историческое, немножко романтическое. Есть такой роман Загоскина, Юрий Милославский, русский в 1612 году. Роман очень хороший, очень известный в свое время, в пушкинские времена. Пушкин о нем тепло отзывался, другие авторы его упоминали. В общем, один из таких вот, одно из таких классических произведений, русский исторический роман. С одной стороны, история вот сама по себе. У героя украли невесту, главное, герой долго приключается, чтобы эту невесту спасти. Все просто. Нюанс. Герой приключается в 1612 году на фоне идущей к концу смуты и вот уже изгнания поляков из Кремля и вот этих вот всех мидин, пожарских действий и так далее. Вот. Соответственно, антураж для приключений великолепный и в итоге все подумали, решили взять его за некую первооснову. Понятное дело, что от этой первоосновы далеко не все сохранится в игре, но в целом идея будет вот именно такая. Это не онлайн, не многопользовательская игра, это история конкретного человека в тех исторических обстоятельствах. У нас было несколько очень ярких историй сотрудничества, игры с достаточно неожиданными людьми. То есть две истории, которые мне самому очень нравятся, в которых я сам активно принимал участие. У нас большая была история сотрудничества со шведской рок-группой «Сабатон», когда мы сделали танк с их озвучкой, с их портретами как членов экипажа, там с уникальным оформлением. Привезли их на концерты на выставки, привезли их на концерт в России. И сделали очень большую историю кооперации. Ребята замечательные, мы до сих пор с ними лично дружим. И большая у меня была интересная история лично тоже. Ездил, договаривался, сотрудничал. У нас несколько хэллоуинских ивентов подряд. С нами сотрудничал очень известный японский игровой арт-директор Масахир Ито. Он был арт-директором Silent Hill. Это довольно известная серия игр. И два голливудских фильма по ней снято, было хороших. Там же соучаствовал и композитор этой серии. И это были такие вот очень яркие хэллоуинские ивенты. Вот такие, наверное, истории наиболее яркими остаются у тебя впечатлениями. Вот так изначально повелось, что играть мы больше любим в компьютерные игры, а при этом разрабатывать умеем лучше мобильные игры. Почему? Ну, потому что вообще школа разработки игр в России, она более молодая, чем школа разработки игр западная. Например, у нас образование в сфере игровой индустрии только в последние десятилетия как-то появилось и начало развиваться. А в западных странах первые школы геймдизайна и школы разработки игр еще в 80-х годах прошлого года начали появляться. И, конечно, там она больше. И там больше упор на сюжет, нарративные игры. Вот эти самые пресловутые, там, Ведьмак, World of Warcraft, игры с глубоким сюжетом, большим масштабным погружением. Мобильные игры, они в большинстве своем основаны как раз на больших данных и на математике. Математики в игровой индустрии очень много, в геймдизайне очень много математики. Наши именно мобильные игры, основанные на математике, они очень хорошо развиваются. Матч 3 – это же как раз одна математика сплошная. И вот они, вот такие вот игры у нас очень развиваются. И такие мобильные игры наши разработчики умеют делать и зарабатывают с них некоторые миллиарды долларов. Например, игра PotionCraft заработала миллионы долларов, а сделали команду из разработчиков из России. И пришли к издателю, а издатель их уже издал и сделал классный маркетинг. Игра шикарная. И много таких игр, примеров. Loop Hero, например, игра от российских разработчиков, которая очень классно зашла и завирусилась. Это вот все в прошлом году запускались игры. Так что вообще сейчас много от российских разработчиков. И не только мобильных игр выходит. Ну, с мобильными играми мы знаем, что разработчики с корнями из России на мобильном рынке считаются чуть ли не одними из лучших. Мы делали суперконкурентные продукты на весь мир. В мобильном рынке Россия занимала очень большую нишу. Сейчас ни о какой честной конкуренции на этом рынке говорить нельзя. То есть, команды буквально, которые продолжают еще работать на мобильном рынке, стараются скрывать свое российское происхождение. Выстраивать там цепочки юридических лиц. Это происхождение скрывающих. Часть команд просто переезжает, чтобы уже отстали от них наконец. В общем, сейчас очень тяжелая история. Перестраивается индустрия. Перестраивается, понимая, что для большинства остается только российский рынок. Да, российских производителей. То есть, рынок перестал быть глобальным. Теперь у нас есть российский рынок, возможный выход на китайский рынок и практически полностью закрытый мировой рынок. Да, какие-то продукты, которые успели заявиться еще в прошлом году, возможно, до него добегут. Все новые, на новые продукты невозможно получить никаких инвестиционных денег внутрь России, извне. То есть, надо сразу понимать, что мы здесь живем теперь, опираясь на свой рынок, свои ресурсы. Лично я не уверен, что это очень страшно. То есть, изначально World of Tanks был продуктом, нацеленным на российский рынок. На российском рынке изначально заработал свои деньги. Да, потом он начал мировую экспансию. Да, потом он успешно зашел в Китай в том числе. Но если бы мы обошлись только российским рынком, тоже все неплохо бы было. Ну, здесь, конечно, понятно. Основная проблема – это мобильный рынок, где была своя устоявшаяся экосистема. Продукты нацелены в глобальный рынок. Конкуренция тоже с продуктами, нацеленными на глобальный рынок. И мы сейчас частью этой индустрии перестали быть. Есть российский PC-рынок. Ну, то есть, рынок персональных компьютеров. То есть, вот сегмент онлайн-игр для персональных компьютеров, разработанных российскими производителями, оперирующихся на российском рынке, пострадал никак. И мне кажется, что вот он и является той базой, с которой все дальше начнет развиваться. И это не страшно, потому что, в принципе, он и был той базой, с которой все начало развиваться в прошлый раз. Просто сейчас пойдем в других направлениях. Аудитория расширится у русского продукта в связи с тем, что… Да, безусловно. Ну, то есть, по сути, с рынка ушла часть продуктов, которые конкурировали с российскими. Естественно, аудитория расширится. Рынок сейчас получил тяжелый удар. То есть, это прям тяжелый был удар. Не нужно здесь иллюзий. Все сложившиеся процессы работы сломались. И сейчас рынок, безусловно, уменьшился очень сильно. В том числе и для тех российских производителей, которые работали через глобальный рынок. То есть, кто там через Steam публиковался, кто публиковался через мобильные сторы, кто публиковался на консолях. У них все российский рынок потеряли. Даже если здесь разрабатывают. Но… Рынок не умер. То есть, остались прям ребята, у которых все очень хорошо на российском рынке. И у них есть возможность этот рынок растить. Поэтому особую важность набирает подготовка кадров в игровой индустрии. Игровая индустрия – это то место, которое создают люди. Игры делают. Не нужно ничего, кроме людей. Начни делать свою игру. Да, она первая. Ну, с большой долей вероятности провалится. Ну и что? Зато вторая, третья, четвертая выведет тебя вообще в совершенно другой мир. Совершенно другой уровень. Тут можно вскочить на социальные ступени. Просто вот… Ты сейчас находишься здесь – бац – и все. Ты уже миллионер. Ты вошел в число самых… В один процент самых успешных людей мира. Просто взял и сделал, потому что идешь до конца, потому что делаешь. И ошибки в игровой индустрии – это очень большая польза. Вот больше ошибок этих совершаешь. Накапливаешь базу тех ошибок, которые совершил, отработал их. Больше не делаешь их – и успех приходит. Мне, как только человеку мало знакомому с дизайнерским аспектом, только в теории знакомому, дали настройку этой фичи. А я ее настраивала, настраивала. А потом она долгое время не работала, потому что про нее все забыли. И ее чинили и делали в последний момент. И потом в какой-то момент она заработала. Это были невероятно приятные эмоции, потому что ты видишь, как она работает. Ты видишь значения, которые ты в них закладывал. Ты понимаешь, что вот все, что ты там где-то непонятно где в движке поставила, соединила. Оно вместе соединилось. Оно работает. И, боже, это интересно. Она когда заработала в первый день, я просто не заметила, как я половину своего рабочего дня, который у меня оставалось, чтобы поделать. Я открыла игру, и я просто часа четыре играла в эту механику. Она работает. Боже, это так интересно. Это просто невероятные эмоции, потому что это вот то, что ты сделала своими руками. И это очень приятно. Здесь все, прежде всего, смотрят, на какой ты специалист. И поэтому здесь не будут смотреть на пол. Здесь будут смотреть, что ты сделала, какие игры ты успел выпустить. То есть я знаю, наверное, женщин-продюсеров я знаю немного. Но женщин, которые занимают позиции ведущих геймдизайнеров или старших геймдизайнеров, их достаточно. Понятно, например, если взять область нарративного геймдизайна, то есть все как раз занимаются сценарием, персонажами, историями. Там сейчас, наверное, превалирующая часть геймдизайнеров — это женщин. Вот, в целом, там очень много девушек. Вот, ну, и не знаю. Ну, прям много даже. У меня не такой большой круг общения, как у Славы. Но, в целом, большинство тех, кого я знаю — это девушки достаточно успешны в своей профессии. Вот. Как системный геймдизайнер я тоже знаю несколько примеров, когда девушки становятся успешными геймдизайнерами. И их немало, и сейчас становится все больше. Так что, да, я очень вовремя пошла в индустрию, когда к этому мы стали более открытыми. Мы, как производители, можем быть конкурентоспособными в Китае, например? Это же огромный рынок. Как производитель могу быть конкурентоспособным в Китае? Совершенно точно я проверил. То есть «Волдафтанс» в Китае запустился, все хорошо. То есть я не думаю, что я чем-то таким особо уникальным отличаюсь от других людей. Другие тоже могут. Нас просто никто так всерьез-то еще и не пробовал. Тоже одна из вещей, которая сейчас обсуждается, что на государственном уровне помочь обеспечить российским компаниям выход на китайские рынки. На другие рынки можно тоже одну кнопку нажал и запустил. Но есть японский рынок, он тоже очень большой. Туда тоже кнопку нажал, запустил там игру, но никто играть не будет. У них очень своеобразный менталитет, и нужно делать игры под них. Очень сложно попасть. Искусственный интеллект — это та вещь, которая следующая, скорее всего, изменит мир игровой индустрии. Но также есть еще ряд технологий, которые сейчас близки к тому, чтобы изменить мир игровой индустрии. Это, с одной стороны, технологии блокчейн децентрализованы, различные сервисы технологий и криптоигры. Они уже в прошлом году заходили на виток своего резкого роста. С другой стороны, это облачный гейминг, когда вне зависимости от того, что у вас за калькулятор, вы сможете играть в любую игру. С третьей стороны, это новые интерфейсы взаимодействия человек-компьютер. Почему сейчас так много говорят про метавселенные? Да потому что объемный интернет — это в любом случае будущее. Только какой он будет? Будет это виртуальная реальность, которая пока еще классная, но нельзя сказать, что идеально удобная? Будет ли это нейроинтерфейсы различные, которыми сейчас Илон Маск занимается? Или будет это что-то еще? Мы не знаем, но это точно новые интерфейсы взаимодействия человек-компьютер изменят мир. Если вдруг в какой-то момент человечество придет к возможности тотального полного погружения, нам же откроется огромное количество отсутствия ограничений. То есть максимум, что с тобой произойдет — это game over и start again. мы получим огромное количество нового опыта, который в том числе в нашей реальной жизни противозаконный, или опасный, или несуществующий. Ты не думаешь... Потому что я много об этом думал, мне кажется, это фундаментально может поменять человечество как вид. Потому что мы получим совершенно новый опыт. И уже меняет, например. Говоря про новый опыт, можно же говорить не только о плохом, а хорошем. Например, реабилитация людей после тяжелых заболеваний, когда они не могут двигаться, именно в виртуальной реальности с помощью игровых интерфейсов им быстрее возвращается возможность движения, когда они в виртуальной реальности практически видят, как двигается их рука, например. С другой стороны, да, там может сорвать тормоза кому-то. Поэтому есть такое замечательное слово, как регулирование всех сфер деятельности. Тормоза-то может в реальном мире сорвать у людей. Почему не сорвать? Потому что есть общество, система, государство, регулирование определенное. Также и здесь это все появится. Например, сейчас в Дубае есть министерство метавселенной, которое как раз занимается и развитием этого направления, и в том числе обеспечением его, ну, то, чтобы этически это все было хорошо. Я вижу будущее именно таким. Когда у тебя будет полное погружение в виртуальную реальность, когда ты вот скачешь на этом единороге по эльфийскому лесу, и ты чувствуешь, как ты держишь этот меч в руке. Ты чувствуешь запах грибов, которые там вокруг растут. Ты чувствуешь вот все ощущения. Ветер на лице все это чувствуется. Сейчас это есть, в принципе, некоторые технологии позволяют, когда там разнонаправленная беговая дорожка для виртуальной реальности, где ты бежишь там. Или там можно вентилятором лицо направить и так далее. Вот. Но вот именно системный подход к этому он ждет нас в будущем. Ну, и здесь есть два варианта. Первый – это различные обвесы, обвесы, обвесы. И лучшее качество, чтобы обмануть, ну, там, зрение, слух, обоняние, вкус. Да, потому что там разработки, чтобы уже вкус ощущать в виртуальной реальности, тоже уже есть. Вот. Либо это что-то более радикальное, как то нейроинтерфейсы с полным у тебя погружением в виртуальную реальность. А вот нейроинтерфейсы и виртуальная реальность, они, да, будут развиваться. Ну, а постепенно это будет идти к тому, что все лучшее качество картинки. Ну, отсутствие проводов, к чему мы уже пришли с Oculus Quest 2. Легкий девайс, чтобы шея не уставала. Больше, ну, там, большее облегание. И самое главное – руки, чтобы видеть. Ну, вот там, ноги видеть пока еще не сделано, но впоследствии тоже, скорее всего, будет. Костюм специальный и так далее. Так что идем, идем к этому, идем к тому, что будет максимально глубокое погружение. А я как раз этим занялся, потому что я бы хотел, ну, приложить свои силы к тому, чтобы приблизить этот момент. Хочу в своей жизни ощутить вот этот вот мир, как его представляют писатели-фантасты сейчас. А ты думаешь, на нашем с тобой горизонте мы это ощутим? Да, я думаю, еще лет 15 и почти полное погружение будет. Ну, почти. Ну, то есть, да, еще это, конечно, будет не так, как в фантастической литературе, в некоторой, когда там виртуальный мир превращается в настоящий. Но очень близко к этому будет и очень высокое качество игр будет. Потому что сейчас все, ну, транснациональные корпорации миллиарды долларов вбухивают в то, чтобы на десятки миллиардов вбухивать то, чтобы развивать это направление. И одним из его ответвений является метавселенная, когда это уже не про игры, а в целом про объемный интернет. Субтитры создавал DimaTorzok